В Апатитах назвали лучших педагогов, классных руководителей и воспитателей. Все они победители городского этапа всероссийского состязания профессионального мастерства, который состоит из пяти конкурсов. Сердце отдаю детям, воспитать человека, педагог-психолог, учитель года и воспитатель года. Пальмы первенства в Апатитах получили восемь талантливых тружеников сферы образования. Подробнее Ирина Кузьмина. Руки на пояс! Раз, два, три, четыре. Учитель физкультуры Елена Шелгунова работает в 14-й школе с сентября прошлого года. В Апатиты переехала жить из Кировска. 12 лет трудилась в больнице перевязочной медсестрой. Параллельно училась в спортивном колледже Мончегорска и закончила его с отличием. В своей деятельности использует редкий метод формирующего оценивания. На занятиях Елена объясняет детям, по каким критериям они могут получить пятерку, четверку или другой балл. Сами себя смогут оценить. Это им помогает лучше понять, что они выполняют, что они не выполняют. Это, наверное, никакого секрета, просто почаще хвалить их надо. И они хорошие, потешные с ними, весело, с ними здорово. С таким учителем, как Елена Евгеньевна, ребятам интересно. Учитель добрый, хороший, не ругается, а хорошо объясняется. А это утренник в детском саду номер 58. В гости к ребятам пришла красная шапочка. Здравствуйте, ребята! Я поздравляю вас с первым весенним праздником. Какая у вас здесь красота! Ребята узнали в персонаже сказки Шарля Перо своего воспитателя Юлию Пыльцину. Юлия Николаевна – мастер перевоплощений. За 7 лет своей работы в детском саду она примерила роли от бабы и гида Кота Матроскина. Была даже профессором и в игровой форме объясняла детям основы наук. И я была с ними наравне, поэтому им и понравилось со мной заниматься. То есть они во мне видели не педагога как раз таки, а именно лаборанта, научку, а не Юлию Николаевну. Юлия Пыльцина и Елена Шлагунова стали лучшими в конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года». Они, а также другие шесть победителей конкурсов «Сердце отдают детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог» получили награды, цветы и подарки в торжественной обстановке в Доме детского творчества. Все лидеры представят наш город на областном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Он состоится в марте и апреле в Мурманске. Продолжение следует...